А вы знали, что у мужчин, съедающих 7-8 орехов в день, меньше проблем с потенцией? А женщины, особенно после 40, просто обязаны есть их каждый день, если нет индивидуальных противопоказаний. А еще ученые доказали, что любители грецких орехов живут дольше и явно реже умирают от сердечно-сосудистых заболеваний. Также грецкий орех оказывает большое влияние на когнитивные функции людей, то есть интеллект, если употреблять его не меньше 2-3 орехов в день, независимо от пола и возраста. Досмотрите ролик до конца, и вы узнаете не только об этом, но и о других вещах, которые творит грецкий орех, если есть его каждый день. Первое. Улучшение работы мозга. Первое, что приходит на ум, когда видишь вскрытую половинку грецкого ореха, о, да это же как полушария мозга. Из-за такой внешней схожести еще с древних времен, этот продукт считался очень полезным для сохранения и повышения интеллекта. Но знаете, как там в древности все было? Съел ноги антилопы – быстро бегаешь. Съел сердце тигра – стал храбрым. Вот такая же логика и с нашим орехом была. Так вот, в 20 веке ученые всерьез взялись за проверку этой гипотезы. Каково было их удивление, когда выяснилось, что наши предки не ошибались. Действительно, народы, в рационе которых каждый день присутствуют грецкие орехи, показывали более развитые интеллектуальные качества, а их долгожители оставались в ясном уме до последних дней. Второе. Здоровье сердца и сосудов. Вот еще один пункт, с которым угадала древняя восточная медицина. Польза для сердца. Тут, как с мозгом, конечно, нельзя сказать, что грецкий орех похож на сердце, но факт остается фактом. Так, любимые диетологами омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты в избытке содержатся в зрелых плодах. До 10 орешков в день обеспечат вас суточные нормы этих веществ, замедляющих развитие атеросклероза, снизят риск инфарктов и инсультов. Именно достаточному количеству омега-3 полиненасыщенных жирных кислот в средиземноморской диете обязаны долгожители горных районов Италии, Сардинии и Корсики. Третье. Польза для кишечника. Грецкий орех содержит четыре ингредиента, которые полезны для кишечника. Это омега-3 жирные кислоты, снимающие воспаление, клетчатка, магний, который расслабляет кишечник и лечит запоры, а также селен, препятствующий развитию рака. Специалисты считают, что для кишечника полезнее употреблять грецкий орех вместе с бананом или йогуртом. Банан богат инулином, который положительно влияет на полезные бактерии кишечника, а йогурт и кисломолочные продукты с пробиотиком – лактобактериями. Рекомендуется использовать при приготовлении коктейля стакан кефира, один или два банана и горсть грецких орехов. Четвертое. Улучшение состояния кожи. Вот вы когда-нибудь собирали зеленые грецкие орехи своими руками. Если да, то никогда не забудете характерный запах с нотками йода и то, как сложно потом отмыть руки. Так вот, если кушать этот плод уже зрелым, то кожа будет становиться только лучше. Витамины А, С, К и Е, которые присутствуют в грецких орехах более чем в достаточных количествах при их ежедневном поступлении, сделают кожу упругой и красивой. Кстати, нередко экстракт зеленых или спелых орехов добавляют в средства ухода за кожей и, как мы теперь знаем, вполне оправданно. Пятое. Повышение иммунитета. Да-да, и тут наш крепкий орешек преуспел. Витамины, которые содержатся в плодах юглансригия, а именно так древние римляне называли это дерево, вместе с микроэлементами и высокой питательной ценностью создают такой иммунный коктейль, что ни одна зараза не устоит. Конечно, это не панацея от всех болезней, но пережить осенне-зимний период без вечных простуд вам поможет. Особенно хорошо школьникам давать с собой грецкие орехи на занятия. Тут и успеваемость повысится, и болеть не будут. Шестое. Замедление старения. Да, грецкий орех не молодильное яблочко из детской сказки, но замедлить старение он может. Богатый натуральными антиоксидантами, витаминами С и Е, содержащие в себе почти все необходимые микроэлементы, герой нашего выпуска замедляет старение тканей и откладывает естественную гибель клеток. Нет, не подумайте, что наевшись грецкими орехами вы помолодеете на 15 лет. Здесь важно их употреблять понемногу и постоянно. Тогда вместе со здоровым образом жизни вы сможете сохранить свое здоровье на долгие года. Седьмое. Сохранение женского здоровья. Здесь грецкий орех, так сказать, подошел к решению проблемы комплексно. Во-первых, у него есть витамины К и Е, которые уже сами по себе улучшают женское здоровье. Во-вторых, он богат жирами, из которых потом могут образовываться женские половые гормоны. Да, сохранить женское здоровье грецкий орех точно поможет. Женщины, особенно старше сорока, смогут уже через пару месяцев почувствовать себя лучше, введя в рацион грецкие орехи. А если еще вспомнить, что он и кожу держит в отличном состоянии и старение замедляет, то получается идеальный продукт для прекрасной половины человечества. Получается, что при каждодневном употреблении хотя бы двух-трех орехов организм насыщается энергией, мозг активизируется, нормализуется работа щитовидной железы, гормональный фон и менструальный цикл, улучшается состояние ногтей, волос, также снижается риск возникновения варикоза. Восьмое. Повышение мужской силы. Если мы вспомнили про женщин, то обязаны поговорить и о мужчинах. Грецкий орех с медом – самый популярный народный способ возвращения мужской силы. В орехе содержится весь набор микроэлементов и витаминов, необходимых для выработки тестостерона, главного мужского гормона, и регулярное употребление положительно сказывается на потенции. Мужчины, поверьте, блюда с грецким орехом помогут вам почувствовать себя моложе. А ведь горные народы Кавказа уже столетия знают рецепты их приготовления, и даже фармацевтические компании не поленились и стали выпускать препараты на растительной основе, позволяющие мужчинам оставаться в строю. Девятое. Восстановление сил. В грецком орехе есть одна важная особенность, которая может как помочь, так и навредить – его калорийность. 100 граммах продукта – целых 654 калорий, а это аж в 2,5 раза больше, чем в курином мясе. Да, тут-то у любителей пощелкать орешки могут и бока появиться. Но давайте будем честны, есть такое количество ореха каждый день вряд ли кто-то будет, тем более, что для положительного эффекта будет достаточно всего 2-3 орешка в день. Зато высокая калорийность будет как нельзя кстати во время болезни и выздоровления. Знаете то состояние, когда простыл и есть вообще ничего не хочется? Вот тут-то нам и поможет наш чудо-плод, и витаминами снабдит и энергию подарит. А варенье из грецких орехов полезно при ревматизме и подагре, болезнях сердца, почек и мочевого пузыря. Десятое. Уменьшение воспаления. Здесь орешек припас для нас еще пару сюрпризов. Так вот, перегородки в орехах можно заваривать, настаивать и потом пить. В них настолько много натуральных противовоспалительных и мочегонных веществ, что их даже включают в некоторые фитопрепараты. А что еще нужно, чтобы быстрее выздороветь? Правильно, убрать воспаление и побыстрее через почки вывести все эти токсины. Так вот, у нас есть удивительный продукт, который можно долго хранить, вкусно готовить, так еще и получать пользу. Кому нельзя есть грецкие орехи? При ожирении, индивидуальной непереносимости и аллергии, при повышенной свертываемости крови, в стадии обострения заболеваний ЖКТ, грецкие орехи следует исключить из рациона. Делитесь этим видео с друзьями и близкими, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы всегда оставаться в курсе всего самого полезного. До новых встреч на новых видео!